Шалом, друзья! Поделюсь такими мыслями, наблюдениями. Я заметил, что есть люди, вот они просто несут в себе свет, несут радость. Ты соприкасаешься с ними, и, знаете, жить становится легче. Даже когда они, может, говорят о каких-то проблемах, негораздах. То есть они как люди света, что ли. Они не всегда рождённый свыше человека. Это бывают люди, ну, как бы не сильно там верующие с нашей точки зрения. Но они настолько заряжены позитивом, надеждой. И вот соприкоснулся, пообщался, послушал этого человека. И как будто бы жизнь стала легче. Надежда появилась. Хочется бежать, горы сворачивать, страх уходит. А есть люди, вот они как сборники всего негатива. Вот всё, что происходит вокруг. И они это несут. И вот с ними, пересекаясь, загруженный, заторможенный становишься. Пригныченный. То есть такой упадок приходит. Просто вот пообщался, послушал человека. И он сгрузил в тебя свой негатив. Безнадёгу свою. Какой-то страх. Может быть сам он сильнее, конечно, он не поддаётся этому. Но есть многие люди, которые легко поддаются влиянию. И они загружаются. И, знаете, жить, может быть, становится намного сложнее. Дело не в том, чтобы закрывать глаза на плохое. Одну и ту же новость, одну и ту же информацию можно подать совершенно разной обёртке, в разном духе. То есть в одну и ту же тему можно вложить разный дух. Так вот, какие мысли у меня, что действительно надо быть теми людьми, соприкоснувшись, с которыми человек переживёт исцеление, получит веру, свободу, надежду. Получит какое-то желание жить, побеждать. Ему захочется поднять брошенный меч, поднять опущенные руки, укрепить свои дрожащие колени. А есть категории людей, которые действительно добьют ещё просто. И так всем тяжело. Я не думаю, что есть люди, которым всё хорошо в нынешней обстановке. И они ещё больше нальют туда негатива. И у человека опускаются и без того уже опущенные руки. Поэтому давайте будем нести послание Бога, который всё-таки есть свет. И нет в нём никакой тьмы. Аминь.